Получи 50 долларов для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это Шашлык. И сегодня я решил поговорить с вами о средствах массовой информации. Можете меня, как обычно, куда-нибудь свернуть и послушать, кому интересно. Вот. Смотреть тут особо нечего, ну кроме меня. Чё на меня смотреть? Так вот. Такая идея СМИ у меня, ну не идея, а мысль возникла, да. Я просто вот часто натыкаюсь на такие моменты, как СМИ перевирают разные, разные, в общем, вещи. И, например, даже вот какие-то из интернета моменты лезут в СМИ, да, и там их показывают под другим совершенно углом. И из, собственно говоря, из, и наоборот, из СМИ в интернет, там, когда там бывают случаи, когда у всех начинают бомбить, типа, вот, нам нагло врут, там, по телеку. И я сейчас не буду говорить о каких-то там развлекательных, типа, там, камеди, там, всяких сериалов, там, интерны. Тут понятно всё. Тут чисто пришёл, врубил телек, на расслабончике там смотришь, фоном оно там что-то работает и нормально. Ну, или там смотришь, вроде прикольно, там, посмеяться иногда можно, да. Это вообще я не против. Я сам люблю посмотреть, там, врубить перед сном, там, или, да, даже днём иногда, когда делать ничего не хочется. Врубил, пошёл ТНТ-шку, сидишь, смотришь. Ну, только не Дом-2. Вот, а так всё остальное, в принципе, пойдёт. Вот. Ну, я не знаю, может, там ещё что-то, ну, там, интерны, там, что-нибудь, неважно. Вот. Но мы с вами поговорим о новостях. Вот, по сути, общественное мнение, вот, вообще, задача СМИ какая? Основная задача СМИ. Что такое средство массовой информации? Они почему так названы? Средство массовой информации. Они, по сути, формируют общественное мнение. Вот, это, вот, очень важно. Понимаете? Вот, что я хочу сказать, да, что такое общественное мнение? Вот, ведь, порой даже какой-то закон бы нельзя принять, да, без предшествующей, как бы, как сказать, подачи инфы по этому закону в СМИ. Вот, то есть, вот, смотрите, иногда даже бывают такие вещи, ну, вот, я не знаю, мне не хочется, мне не хочется приводить какие-то политические примеры, потому что я политику очень не люблю, да. Ну, вот, скажем, те же, вот, какие-то подъемы, допустим, повышение штрафов, да, вот, там, за те же парковки. Вот, скажем, там, 10 или даже 15 лет назад скажи, что за неправильную парковку ты, там, 3000 будешь платить, и твою машину на эвакуаторе увезут. Вот, вот, любой водитель бы сказал, что, да, неправильная полковка, это, там, 50 рублей, или сколько там, меньше даже. И все, и разъехались, то есть, а сейчас вот такие большие штрафы. И, как бы, когда, вот, принимается решение поднять, там, эти штрафы, ну, я это так, я это образно, можно и о чем-то более крутом поговорить, да. Ну, вот, мы сейчас поговорим об этом, то есть, просто, как я, как пример привожу, да, в СМИ идет, там, вот, могут пустить репортаж о том, что куча пробок из-за неправильной парковки, о том, что как это всех достало, там, парочку интервью взять. И в итоге у людей формируется мнение, что, ага, задолбали все не там парковаться. Это, на самом деле, очень плохо, люди начинают думать. И в итоге, когда люди узнают, что штраф теперь за неправильную парковку, там, 3000 рублей, да, ну, если тебя на эвакуаторе увезли, и там, вся вот эта волокета, там, 3, а то и даже 5000 рублей все это выходит, люди уже нормально на это реагируют, то есть, ни у кого не бомбит все, ага, вот, не надо парковаться там, где нельзя. И я не говорю, что это плохо или хорошо, я говорю о том, что люди формируют наши отношения к какой-то проблеме. Или, наоборот, как бы, ну, убирают наше внимание от какой-то проблемы. Вот, например, всеми, там, курс доллара, вот я прям смотрю наши новости, я вижу, как вот вокруг этого курса доллара играют этими технологиями, да, социальными. То есть, вроде бы, ну, вот, простой факт, там, бакс в 2 раза дороже стал стоить, ну, там, плюс-минус, не важно. В 2 раза дороже стал стоить бакс, все просто и понятно, вот. И каждому, ну, как бы, нормальному мыслящему человеку понятно, что это, это плохо, вот, что это, блин, хреново, то, что бакс стал стоить, но вот, в 2 раза дороже нам ни по одному каналу не говорят, ребят, мы в дерьме. Вот нам же так не скажут, да, бакс в 2 раза дороже, а вы посмотрите, там, цены взлетели резко на всю технику, особенно, которую из-за рубежа, то есть, это компы, телефоны, там, опять же, цены, там, чуть ли не в 2 раза, собственно, и поднялись, а где-то и больше, чем в 2 раза. Вот. И тут мысль какая, да даже вон в играх, блин, в тем же Хардстоуне стало все в 2 раза дороже и везде. Вот. И тут мысль какая, а нам по телеку, как бы, об этом, обо всем, на этом не акцентируют внимание. Вот часто акцентируют внимание то, что из-за того, что бак стал в 2 раза дороже по отношению к рублю, там, экономика, там, какой-нибудь Белоруссии или Казахстана, которые с нами связаны, терпят огромные убытки. А наша, блин, не терпит, можно подумать. Ладно, я, я не о том, я, я не хочу даже рассматривать, я не хочу кого-то обвинять, там, это, я просто о чем говорю, я не говорю, что это плохо. Я, что хочу сказать, да, что задача СМИ формировать общественное мнение, это раз. И второе, делать так, чтобы народ был спокоен. Ведь, по факту, да, вот знаете, можно из мухи слона разбить, да, а слона спрятать за соломинкой. То есть, тут вот СМИ, они как некие такие иллюзионисты в мире общественных вот этих мнений, да. То есть, я к чему? Какая-то, может быть, маленькая проблема, если на нее обратят внимание СМИ и правильно подадут, все о ней говорят, все, значит, там, что-то обращают внимание, там, в интернете завирусилось и все. Все обсуждают, и на фоне этого от чего-то глобального у всех, там, внимание отвлекается. То есть, все забывают, ну, вот, например, там, был случай недавно, ну, я не знаю, месяц или два месяца, не помню, когда, с этим кошаком, который залез, там, в витрину и захавал, там, на кучу денег рыбы, икры, там, на 30 тысяч рублей или что-то такое. Вот, и показали тоже по каналам, там, все его распиарили, все так, значит, красиво. Вот, и люди, люди как-то, ну, зашло, да, то есть, люди на позитиве как-то, вот, поржали над котом. Вот, то же самое делают, и вот, когда вот какие-то, вот, экономические трудности, да, бакс в два раза дороже. Ну, тут, как бы, понятно, вот, если вы хотите поехать за границу, да, отдохнуть, то, блин, вы, вот, раньше на тысячу рублей, там, могли себе, там, кучу всего, а сейчас вы в два раза меньше сможете. То есть, все, все понятно, там-то доллар остался, как прежде, долларом, то есть, там стоила гостиница 100 долларов, там, за неделю, да, или за день. Она так и стоит, но в рублях она, если раньше 100 долларов, это было 3000 рублей, сейчас это 6000 рублей, или даже больше. Вот, тут мысль простая, то же самое и с импортными товарами будет. Вот, но, как бы, это все так обыгрывает, понимаете, и это даже хорошо, если сейчас со всех телеэкранов начать говорить, как это все плохо, то, не дай бог, начнутся какие-то волнения, какие-то беспорядки. Вот, мало ли, ну, народ начнет напрягаться, да, а этого не надо допускать. Вот, сейчас, я не знаю, сейчас многие будут спорить со мной, многие будут, там, что-то как-то пытаться доказать, но вот, вот я зарекался не говорить о политике, да, я не люблю говорить о политике, но, вот давайте возьмем, блин, страдающую Украину, просто, вот, откинем нафиг все, вот, все наши, как сказать, все наши эмоциональные, что ли, разногласия, и нейтрально посмотрим на ситуацию. Вот, произошел Майдан, да, произошел Майдан, и, в принципе, от того, что там власть сменилась, да, по сути, жителям Киева им, может быть, даже и по барабану стало. Ну, то есть, не стало, им, в принципе, все равно. Но вот, в Донецке, Луганске война. И можно долго говорить, что они там сами виноваты, что они хотят отделиться, или наоборот, это Киев, вот такие, значит, негодяи, там. Тут кто прав, кто виноват, это целое... Я не хочу чью-либо сторону принимать, потому что тут мысль простая. Существует система, она работает, она как бы вот налажена. В этой системе люди живут, люди привыкают, да, люди как-то адаптируются под нее, живут спокойно. Когда происходит такой резкий перекос или перелом, происходит, вот кто-то начинает протестовать, кто-то начинает там еще что-то. Опять же, другие страны начинают лезть вовнутрь, то есть пытаться как-то стравить, наоборот, или там, ну, кто-то сгладить, кто-то стравить. В итоге, ну, весь мир начинает как-то реагировать, то есть получается. А в итоге, вот, в сухом остатке, да, страдают, страдают простые люди. Простые люди. Кому-то больше повезло, кто-то там живет в тихом районе, да, а кому-то меньше повезло. А люди-то ни в чем не виноваты, по сути. Вот. Просто вот так вот случилось, да, им все так припадали, и, ну, вот. А в итоге им-то, по сути, вот, вы поговорите, да, вот, просто вот, я не знаю, вот, 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 вот у меня, ну, у нас у всех, да, в России, ну, я живу тут, границам, можно на машине доехать за час до границы с Украиной. Вот, я недалеко живу, и у меня очень много знакомых, и вот, просто простой вопрос, вот, конкретно лично для тебя, да, вот, у меня есть знакомые в Харькове, там, вот, что-то и поменялось? Нет. Не поменялось. Ну, единственное, там, многие боятся, чтоб в армию не забрали, там, теперь, да. Раньше как-то спокойнее было, сейчас боятся. Раньше, там, по-моему, армии, там, что-то не было, или, ну, я не знаю, что там было в армии с Украиной, неважно. А так, в целом, ну, как получал зарплату, так и получается. Ну, то есть, все, как бы, для простого человека, вроде как, ничего и не поменялось, но это для тех, кто, кому, вот, скажем так, повезло, да, а кому не повезло, вот. И мысль в чем? Любые вот такие беспорядки, да, они, ну, как сказать, создают риск, что тебе не повезет. Вот, вот, реально, тебе не повезет. Вот лучше, лучше тебе, вот, вот, поверьте мне, ну, не существует волшебной кнопки, да, волшебного способа, что вот сейчас кто-то придет, станет президентом, неважно, в какой стране, и мы все, вот, просто нам всем, знаете, по 20 миллионов долларов каждому, или вообще безлимит, все, делай, что хочешь, ну, не будет так. В первую очередь, чтобы что-то добиваться, надо работать. Так вот, что, какая задача у СМИ? Какая задача у СМИ? Вот я почему говорю, чтобы чего-то, чтобы у тебя было все хорошо, вот, конкретно, конкретно у тебя, вот, лично у тебя, у твоей семьи, чтобы все было хорошо, должен работать ты, не какой-то там дядя в Кремле, или там в Белом доме каком-нибудь, или еще в каком-нибудь правительстве, не какой-то там дядя должен какие-то законы принять, что-то там сделать, и что-то там, ну, короче, для тебя, за тебя подумать, должен думать за себя ты, и ты должен, в первую очередь, работать, чтобы у тебя все было хорошо. Так вот, задача СМИ, она как раз-таки в первую очередь сводится к тому, чтобы народ не страдал хренью, типа там, выходя на площадь, и пытаясь там кого-то свергнуть, кого-то там это, в общем, вот эти волнения, а чтобы народ работал, как раньше, чтобы они не заморачивались на тему того, что вот там, доллар стал, там, еще что-то там стало, еще, 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 еще. Понимаете, на самом деле, вот если посмотреть с точки зрения России, вот вы просто посмотрите на наш уровень жизни, да, блин, у нас в России уже чуть ли, ну, чуть ли не, ой, вот не хочу говорить, сейчас вот, многие будут кидаться тапками, ну, и всякую хрень писать, но вот по сути, у нас народ-то стал жить, ну, достойно, вот те, кто не бухают, те, кто ничего не это, люди живут достойно, зарплаты нормальные, на них, то есть вы, если возьмете там лет 10-20 назад, ну, 20 это, наверное, сильно, ну, 15, когда там зарплату, там заплатил коммуналку, заплатил там еще что-то, съездил на маршрутке, и все, и те, тут ты рассчитываешь, мне в этом месяце, как лучше себе, куртку купить, или не пожрать, или пожрать, а куртку не покупать, так похожу, вот, вот понимаете, таких уже ситуаций, ну, нету, нету, нет, они есть, они есть, тут я неправильно, но их гораздо меньше, гораздо меньше, и сейчас зарабатывать, может каждый, то есть, кто, ну, опять же, тут, тут не надо сидеть на попе ровно, и чего-то ждать, тебе надо работать, и вот у нас в стране, реально, ну, вот я смотрю, у всех сейчас, блин, айфоны, если я любой, когда такое было, чтобы там любой, чуть ли не школьник, ну, сходил с айфоном, ну, хорошо, 15 лет, что у нас может 15 лет быть, эквивалентом айфона, ну, может вот 15 лет у меня первый комп появился, да, вот, ну, 15 лет, может, ну, ну, да, где-то вот так вот у меня первый комп, вот тогда компов не было, да, у многих, вот у кого он был, тебе типа, вау, крутые, типа у тебя комп, ты там приходил, смотрел, ну, или там приставка игровая, там, Sony Playstation 1, вот сейчас, сейчас, чуть ли не каждый себе может купить, понимаете, то есть у нас страна, у нас народ, на самом деле, неплохо жил, и, естественно, это все, ну, так, как бы не бывает, вот, ну, сказок не бывает, да, таких, в которой мы, то есть реально, вот у нас, я прям вот смотрел, да, и понимал, что, блин, а мы на самом деле, неплохо живем, ну, просто, в ресторанах, вот, выйдите в город, в рестораны, битком, там, вечером, то есть, все как бы, ну, уровень жизни был очень, действительно, ну, почему был, он и сейчас, в принципе, есть, довольно достойно, да, у всех все на иномарках ездят, блин, ты, я вот иду по улице, да, просто, чтобы, там вот, какой-нибудь, Opel, блин, Volkswagen, Ford, там, еще, BMW, Audi, хоп, шестерочка вас, аааа, вот, раньше, если, когда-то, блин, машина такая была роскошью, да, иномарка, это вообще, вау, то сейчас, блин, эти ашаха смотрят, да, типа, говно машина, раньше машина исполняла свою функцию, то есть, она едет, все, ништяк, на ней можно передвигаться, на ней можно в оси, возить там что-то, а сейчас, блин, все забили на эту функцию, и всем кайф попонтоваться, типа, у меня машина, то есть, стали себе машины подороже брать, ну, народ в целом стал жить лучше, так вот, и когда произошел, ну, и понятно, экономика, штука, но это все сложно, это все сложно, и когда произошел такой спад, сейчас у нас все немножко подорошее, подорожает, может немножко, а зарплаты, ну, они в два раза не вырастут, вот, то есть, те товары, которые в России будут производиться, да, они не подорожают, но те, которые вот из-за рубежа будут приезжать, они, конечно, подорожают, и задача СМИ как раз, вот, не накалять наоборот, не обострять внимание на этом, а как-то попытаться сгладить, чтобы люди, понимаете, чтобы люди работали, чтобы люди, спокойно жили, чтобы они не, чтобы у них не опускались руки, чтобы не возникало мыслей пойти там кого-то свергнуть, вот задача СМИ поддерживать спокойствие, и, скажем так, рабочий настрой, это, в принципе, во все, во все года было, вы там, в СССР, вспомните эти лозунги, которые везде там были, там, пятилетку в пять минут, там, еще чего-то, и народ работал, давай, надо строить, и что, плохая страна была, Советский Союз? да, отлично, сколько достижений, сколько всего, то есть, какое наследие, шикарное, то есть, это же нельзя сказать, что это плохо, а по сути, по сути, о чем-то умалчиваясь, так же, и сейчас говорят, вот, в СМИ не было свободы слова, так и что? Это разве плохо? Да это, сейчас как бы, свобода слова, она есть, но только там, если без экстремизма, там, уж совсем там, свобода слова есть, но теперь СМИ работают другим образом, то есть, теперь как бы, вот этот свобода слова, кто что-то говорит, да, общий шум, задача у СМИ создать такое общее информативное поле, где, вот, комментарии таких пессимистов, они просто будут заглушаться, общим настроем, то есть, скажем так, то есть, я могу сейчас сказать, вот, полная хрень, мы там, у нас все, короче, капутка, раул, но на это никто не обратит внимания, потому что общий информационный настрой, который создают СМИ, это телек, это радио, это газеты, там, кто что читает, да, он положительный, в целом он положительный, вот, и это я считаю правильно, я считаю правильно, потому что, чтобы, общество и какая-то система функционировала, да, человек должен, ну, вот, понимаете, я, я вообще считаю так, что, ну, вот, блин, не хочу, вот, о политике не буду, ладно, не буду говорить, просто скажу, что, когда система стабильна, вот, не важно, какая она, вот, мы не можем сказать, хорошо или плохо, там, мы живем, или еще что-то, вот, блин, есть много стран, где живут гораздо хуже, есть там, арабские эмираты, где, блин, каждому реально лямбаксов, там, при рождении дают, или что-то такое, ну, сколько-то там денег, да, и там, страна миллионеров, неважно, и мечтать можно о чем угодно, но в целом, в целом, в целом все хорошо, вот, и, поэтому, поэтому, задача СМИ поддерживать, вот, такой вот настрой, позитивный, при этом, иногда, иногда приходится нагло врать, вот, понимаете, есть какой-то, вот, что такое история, да, вот, как наука, если мы поговорим, вот, есть факт, да, факт, который, вот, там, произошла битва, в таком-то году, те победили, и все, и вот, это факт, там две армии, ну, назовем первый военачальник, второй военачальник, и вот, понимаете, есть факт, там, первый военачальник победил, и выиграл войну, вот, любую, неважно, и вот, смотрите, можно тут дальше, когда включаются СМИ, тут уже какая задача, как сформировать общественное мнение, можно говорить о том, что первый военачальник победил только потому, что он там, значит, всех избивали, там у него была куча людей, которые чуть ли не под угрозой расстрела, заставляли всех там, идти на смерть, и так далее, вот, можно с такой точки зрения преподать, да, ну, преподать, как бы, победу, да, первого, можно с другой абсолютно, говорит, что, ну, первый, начальник был нормальный, но победил он не потому, что он такой крутой, он вообще, ну, он просто среднестатистический чувак, а вот второй был дятел, он там забухал, у него там разлад, никакой дисциплины, и поэтому они, была армия вторая в пять раз больше, но она проиграла первой армии, то есть, и тут тоже, вот у нас есть факт, да, простой, было сражение, а как вот мы будем воспринимать это, это уже зависит, вот как раз таки, от средств массовой информации, но я предсказал на примере исторического события, а средства массовой информации, они как горячий пирожок, да, знаете, вот что-то произошло, да, и, вот как это воспринять, да, как, как, как это воспринимать, тут уже ложится на плечи СМИ, задача сделать так, чтобы для народа, для народа, то есть, преподнести этот фарт максимально выгодно для спокойствия народа, вот, как бы вот так вот, я считаю это правильно, то есть, вот это как бы на мой взгляд, вот что такое правда, да, вот реально, тут понимаете, правда ее даже, вот, вы согласитесь, вот, любой, любой, любое событие, любая новость, это, как сказать, Это сплетение кучи факторов Вообще кучи факторов Просто миллионов Вот даже возьмем простую игру в футбол Да, вот у нас любят говорить Вот там наши футболисты в очередной раз проиграли И все задают вопрос Почему они проиграли? Почему они проиграли? То ли потому же футболисты эти, блин, зажрались И у них там зарплаты большие И они там думают, как в рекламе сняться А не, значит, в футбол играть Можно с этой стороны предподнять То ли потому, что тренер у нас, значит, плохой И тот он виноват То ли потому, что там еще что-то Врачи не досмотрели И кто-то, значит, инвалида на поле выпустили Неважно То ли потому, что у нас Министерство спорта нифига не работает Нет стадионов, где тренироваться И так далее И поэтому у нас нет людей, которые, значит Ну, лучших из лучших Мы не можем отобрать, потому что у нас их нет Вот куча, куча разных причин, да, может быть Почему проиграла футбольная команда А по факту, по факту Просто проиграла футбольная команда И однозначного, правдивого ответа Почему она проиграла, ни у кого нету Ни у кого нету Кто-то будет винить там вообще все поколение Говорит, что вот все бухают, сидят в интернете Никто спортом не занимается Кто-то будет винить Министерство спорта Что они стадионы не строят Или что все платное, сейчас бесплатно А вот люди талантливые, их никуда не берут Кто-то будет футболистов винить Потому что им дофига денег платят И они поэтому не играют А рекламой занимаются больше Или там, ну, короче, вы поняли Кто-то будет тренера винить Типа, вот он там, значит, неправильно замену сделал А на самом деле, вот эти все факторы Они все имеют место быть В меньшей, в большей степени Ну, вот понимаете Они все имеют место быть И тут как бы не нельзя Однозначно о чем-то говорить И так любой, любой случившийся факт Любое событие Вот правды, да, что на самом деле случилось Ее нет, да вы возьмите Я не знаю, любую, блин, автомобильную аварию, да И вот что, кто, кто виноват Автомобильная авария Тут если начать распутывать клубок Так, кого винить Там, может, водитель ехал, отвлекся там На навигатор, допустим, да Кто виноват, производитель навигатора Или водитель, ну, вот, ну, скажем, можем отвлекся, да, там И, ну, что-то произошло, да, на дороге Что-то не заметил Там, то ли еще что-то там не туда посмотрел Еще, то ли там он превысил скорость А вот на самом деле он мог и скорость превысить И отвлечься И тут как бы и то, и то То есть, куча разных факторов есть И однозначно, вот, нельзя сказать, что пожила Причина валей То ли вообще водитель просто не выспавшийся был Там, и вот куча, понимаете Разных вот этих вот факторов, да Которые влияют То есть, жизнь, она вообще сложная штука И когда что-то происходит Вот, вот тот же курс рубля, да Рубль, доллар в два раза дороже стал стоить, да И тут можно винить, там, Центробанк Можно винить наше правительство Можно винить кого угодно Но на самом деле, вот На самом деле Особых, как бы Ну, как сказать Вот на 100% сказать Кто в этом виноват, что так произошло Тут никто вам не скажет Ни один, ни один профессиональный Непрофессиональный аналитик Так вот, задача СМИ, да Подать все в таком духе Чтобы люди были спокойны Вот, чтобы не было паники Чтобы все не бежали Вот, понимаете У нас до Нового года, там, и так Многие бежали, там Скупали технику Куда теперь ее девать, только не знают Вот, типа, там Многие, там, в доллары все переводили Все свои сбережения Ну, вот Вот, когда начинается, понимаете Подобная паника Это очень и очень плохо Это бьет и по банковской системе Банки начинают Давать людям доллары Они у них заканчиваются Они говорят Блин, нафиг нам теперь эти рубли И в итоге Они начинают выкидывать рубли В итоге доллар еще растет Отчасти из-за этого И, в общем, все как снежный клубок Начинает накручиваться Так вот И становится еще хуже В итоге тем же людям, да Вот, так вот Задача СМИ Поддерживать некое такое спокойствие Вот, я считаю Это очень правильно И я считаю Незазорно Незазорно Для поддержания Спокойствия Ну, вот, понимаете Тут можно привести аналогию Да, вот Человек болеет, да Вот ему плохо, да И диагноз Там какой-то Страшный Допустим Человек там Станет инвалидом, да Но надежда ведь есть Какая-то Ну, а там врачи говорят Вот человек, все Вот он будет Там попал в аварию И все Врачи говорят Будет прикован к инвалидному креслу Но Мы же сколько случаев знаем Когда врачи так говорят А человек путем упорных тренировок Путем работы Путем поддержки родственников, да Как бы добивается того Что он в итоге Ну, излечивается, да Вот И теперь представьте Если бы вот врачи Такой диагноз ставят И приходит там Я не знаю Там жена, да К мужу Ну, не важно Родственники И говорят Ну, все, что, ты инвалид на всю жизнь Вообще даже не пытайся Что-то изменить Врачи сказали Не вариант Все Лежи Умирай И И что, это хорошо? Вот Ну, это сказали прямиком правду Лучше сказать человеку Как-то его поддержать Сказать Ну, вот Да Там тебе досталось Ты вот сейчас болеешь Ну, ничего Скоро вы Скоро ты поправишься Мы еще с тобой там На сноуборде кататься будем В море купаться там Что там В клубешник пойдем Позажигаем И человек как-то взбадривается Он начинает работать над собой Как-то И вполне возможно Что он Может И излечиться Вот Да даже если не излечиться В любом случае У человека будет какая-то жизнь Будет надежда Он будет К чему-то стремиться Вот то же самое и тут Да То же самое и в СМИ Только в таком Неком другом Можно сказать Вот С другого угла Да Или как В другом поле Информационном Но смысл тот же самый Да Плохо Да Как бы там Какие-то минусы есть Да Там что-то случилось Да Не все гладко проходит Но задача СМИ Подать все Так Что вот Ребят Да Такой косяк есть Ну давайте с вами Поработаем И все там Скоро там Разрулится Все нормально будет Если мы там Значит В общем Переживем И все ништяк будет Вот Поэтому я Я не против того Что СМИ Иногда обманывают Перевирают факты Какие-то Даже когда их за руку Ловят Ну Понимаете Башка Башка У каждого своя Да А тот чувак Которого Вот Понимаете Тут как Можно сказать Умный человек Да Он все понимает Он Ну я не говорю Что я там Такой Я просто говорю Вот умный человек Да У него своя башка Свой аналитический мозг И он может Откинуть Вот эту вот Всю мишуру Да И посмотреть Вот есть факт Да Выслушать там Разные точки зрения И найти Ну как бы Реальную Что там ситуация Да Как-то сориентироваться Да А человек Который вот Всему верит Да И говорят Вот СМИ Зомбируют Там Так если человек Ну Своей башкой Не думает Да Так лучше Пусть его Зазомбируют Чтоб он дальше Работал И Спокойно сидел И никуда там Не лез Да Чем и вот это Вот сейчас поднимут Да Там И он поет Там за рублями Кремль Оккупировать Не Не надо Не надо Зачем Вот Лучше спокойно жить Вот Я Я за мир Как бы Не надо Никуда лезть Ничего Никого Вот Вот Поймаете Вот Скажите мне Вот там же Вот Ну Блин Я так не люблю Политику Ну Вот там Ой Ладно Не буду ничего Говорить Просто скажу Вот В результате Вот там В Украине Это же Не первая Революция Да И вообще Во всем мире Вот где происходили Революции Ну неужели там Становилось Ну мы конечно Не будем Говорить там О тех Где там Было рабство Его в результате Революции Отменили А вот возьмем Наш Как бы Мир Да Уже более-менее Сформировавшийся И Где-то там В результате Революции Прям так Хорошо Стало Да нет Нет Любая Революция Это удар По экономике И опять же Новое правительство Это потеря Связей Государственных То есть Это надо Новые договора Заключать Это целый Геморрой Ребят Целый Геморрой Это И с внешней Политикой И с внутренней Политикой Поэтому Я считаю Есть система Работает Хорошо И СМИ Просто Воспринимайте Как часть Этой системы По поддержанию Спокойствия Вот И как бы Я считаю С этой задачей Наши СМИ Справляются И вообще Респект им За это Респект Потому что Вот Ну вот Единственное Мне чего не нравится Да То что Проблемы В других Странах Прям вот Выпячивают Там Ну например Показывают Там Вот знаете Вот у нас тоже Кризис Например Когда показывают Там какую-то Я вот не помню Ну какую-то страну Да И показывают Что вот там Не урожай Яблок И так все подают Типа Вот Из-за того Что мы там Запретили Яблоки У них там Столько-то Яблок Все остались Без работы Там Столько-то Сельхоз Хозяйства Банкротилось Типа Вот понимаете Когда начинают Создавать Такое впечатление Что типа Вот у них там Плохо Вообще Жесть Плохо Вот А у нас тут Все типа Круто Вот я конечно Против Такой пропаганды Да Когда вот Начинают Наши СМИ Пропагандировать Что там где-то Плохо Вот Хотя у нас тоже Ну если так посмотрим Ну вот люди я же говорю Умные Они смотрят на ситуацию У нас тоже там И некоторые заводы Там останавливаются Ну ничего страшного Вот Это экономика От этого никто не застрахован И тут как бы Тут никуда не деться Никуда вообще не деться Ничего не это С этим не поделать Это жизнь в конце концов Жизнь сложная штука Да Вот А если ты конкретно Специалист Да Хороший То тебя с руками Оторвут И на следующий Там завод Даже если ты там Твой завод остановился Так что надо работать Надо работать Вот И человек работящий Он в любой ситуации Ну или специалист Да Или даже тот Который руками Может там Ну понимаете Строители Ну и все вообще Вот такие Профессии Они всегда нужны Всегда нужны Вот Как строители Так и инженеры Ну вот главное Вот лоботрясы Никогда не нужны Те кто ничего не делает Вот такие Никогда не нужны И таким будет плохо Вот алкоголикам Да И там этим Им всегда было плохо При любом правительстве При любой Как говорится Власти Им всегда плохо И они всегда Всем недовольны Да Вот Можно сказать Даже и быдло Ну Я не хочу Как бы так Грубо говорить Да Но вот есть быдло Да И вот они там Всегда что-то там Пытаются там На грани Законных рамок Да Вот Вроде как Даже незаконными Чуды как-то Вымутить Там Намутить Вот это вот Вот эти вот Сетерки Да Вот они есть И вот таким людям И они всегда Чем-то недовольны Вот А если человек Нормальный Ему хорошо будет При любой При любом Политическом складе Там и так далее Вот Так вот Тут задача СМИ Как бы поддерживать Спокойствие Я считаю И поэтому Не надо там Возникать Что вот Нам врут Там средства Массовой информации Да Да и хорошо И врут И пусть и врут Там не тупые люди Работают Поверьте мне Там Там они анализируют Как эту новость Правильно подать Чтоб она зашла Чтоб там Это вот Понимаете Вот Обратите внимание На простую вещь Вот Играют там В наша хоккейная сборная С кем-то И хоп Она проиграла На следующий день В новостях Могут даже не сказать Об этом Могут не сказать Не обратить внимание Не заострить внимание А если она выиграла Наоборот По всем каналам Во всех новостях Наши хоккеисты Победили там В жесткой борьбе Там разгромили там Кого-нибудь Там с кем они там Играли Вот И тут Мысль тоже Очень понятна То есть Надо больше Давать положительных Как бы Моментов Чтобы мотивировать Людей Вот может кто-то После такой новости Сам хоккеем Начнет заниматься А если мы будем Говорить Что вот Мы проиграли У нас не было Никаких шансов Их уровень игры В сто раз лучше Нашего Наши хоккеисты Вообще На льду Не умеют ездить Так и что в итоге Мы получим Что в итоге Мы получим Мы в итоге Получим Что Люди Махнут на все Знаете Пойдет пессимизм Никакого Никакого Вот этого Как-то жизненной энергии Не будет Вот И как бы Это будет еще В сто раз хуже Чем когда Нас там Немножко Что-то Не договаривают Или где-то Обманывают И что-то Такое происходит Вот Так что В следующий раз Когда будете Там писать Вот Телек Там значит Врет Там в новостях Хрень несут Да ребят Вы просто Они это же не просто Так делают Вы задумайтесь Что как бы Для вас же и стараются Да Понимаете Вот Тут я сейчас Приведу Простую аналогию Вот Правила дорожного Движения Их ужесточают Да Ну ужесточают Наказание за нарушение Сами правила Особо не ужесточают Да Вот Ну вот представьте Сейчас просто Возьмут и отменят Правила дорожного движения И все поедут Вот кто Как вообще Не будет этих гаишников Которые Вот просто уберут Всех гаишников Да И все будут знать Что никто Не оштрафует Просто Все будут Носиться Будет миллионы Аварий Будет Куча Вот вроде как Все не любят Да Ну блин Если их не будет Будет еще хуже Вот с этим я думаю Все согласны То же самое и СМИ Вот вроде как Всем там Ну многим не нравится Что там что-то обманывают Что-то врут Там зомбируют Но вот если бы их не было Было бы еще хуже Вот И как бы Поэтому Не надо Батхертить На эту тему Вот Не надо там Строить из себя умника Не надо там Что-то кому-то доказывать Задача СМИ Простая Поддерживать порядок Вы это Если ты считаешь Что ты умный Так ты должен Это понимать Если что-то где-то Произошло Так ты сам Почитаешь Разные точки зрения Вот Или найдешь Или посмотришь Если тебя интересует Достоверная информация А если нет Так тебе дали инфу С какой-то С какой-то точки зрения Подали Информацию Вот там сказали Что кто прав Произошло Там что-то Да Вот опять же Та же Там кто-то там Сбил человека И вот можно подать То ли этот человек Выбежал на проезжую часть То ли это водитель Несся С превышением скорости А на самом деле Что было На самом деле И человек Выбежал Посреди дороги Где он не должен Выбегать И водитель С превышением скорости Несся Так вот если в СМИ Подают с однобока Да И говорят Что вот водитель Несся Он виноват Вот То как бы Умный-то человек Он скажет Что на самом деле Не только там водитель Там и пешеход В неположенном месте Плюс еще и выбегал Но вот СМИ Об этом умолчало Да Только потому Чтобы у нас Не носились так водители Потому что вот Убил человека Допустим На дороге Вот И как бы И это и хорошо Вот Так можно и обо всем сказать Так что вот Формирование Такого общественного мнения И поддержание Спокойствия Это задача СМИ Если как бы Вы Это понимаете То вы В принципе Все сами понимаете Если вы Об этом не знали И считали что У нас Средства массовой информации Работают Чтобы вот Чисто Давать сухие Сухую Какую-то инфу Да То Ну вы Заблуждаетесь Вот Их задача Я уже Думаю Много раз Объяснил Она Не такая Абсолютно Не такая Ладно Я уже долго Обсуждаю Эту тему И в принципе Уже Довольно долго Тут Повторяюсь Наверное Много Ну Кто-то слушал Тем Большой Огромный Респект Вот Пишите свое мнение В комментах Что вы думаете По этому поводу И просто Ребята Не бомбите Не надо Докапываться К каким-то мелочам Я считаю Там люди делают Они на работе Там делают Свою работу Делают ее Качественно Вот И пусть Пусть делают В этом В этом есть Как говорится Свой плюс Для Всех Вот Ладно Всем большое спасибо За просмотр Подписывайтесь на канал Получайте удовольствие от жизни С вами был Шашлык